Здарова, народ! И смотрите, какую обалденную позицию сейчас покажет игрок на Е25 прямо напротив базы, где будет стоять куча противников, и они реально будут ехать на него, не понимая вообще, что происходит, откуда он их раздамаживает, почему он не светится. Короче, очень классное место, там увидите, короче, все сами. Ну, а пока давайте посмотрим, с чего же это сражение у нас начинается. Ну что, Е25 попал вверх списка, семерки, шестерочки, тут по одной арте за каждую сторону, в принципе, условия шикарные для того, чтобы показать хороший бой, занимаем кустик, и вон впереди уже Лео своими ушами там зевает, светится через всю карту, и мы потихонечку начинаем наносить дамажечку. Если наши ЛТХи поработают хорошо, у нас во взводе ЛТГ, считай, поэтому вообще все отлично, так сказать, должен показывать нам цель. Вот П-43ТР, немного не хватает нам дальности, прорисовочки, переедем, сломаем тут деревце, ну, кстати, надо аккуратно, потому что, вон, видите, чуть-чуть неаккуратно двинулись, уже сеттер нас светит, и уже можно, есть риск получить трендули. Вот, кстати, от Е-25-го нам сразу же и прилетает на 128, так, 700 дамага, будем пытаться сейчас сеттера разобрать, 200 хп у него, а ну-ка, давай в бочиночку поработаем по этому малышу, нормально, ЛТшку нейтрализовали, уже ситуация на фланге получше. Теперь нашему ЛТГшечу мешать некому, он может спокойно нам показывать цели, и надо просто отрабатывать, он там сейчас КВ-2, если подставится, раздамажим, да, ну, в общем, счет 1-1, бой пока непонятно, как будет развиваться, так что сидим, ждем, так сказать, когда нам кого-нибудь еще подсветит наш совзводный, прежде всего, ну, или кто-то другой, так. Ну, кстати, сеттера добрали, поэтому можно вернуться на вот эту такую стандартную горку, где постоянно сидят любители понакидывать издалека, вот немного непонятно, конечно, нахрена Штюр и Миль, он слева от нас выкатил прямо под прострел КВ-2, сидел бы, блин, уже себе в кустах, зачем ты взял туда вниз, спустился, там ни кустов, ничего, разумеется, его высветили, и там, по-моему, на фулку ему от КВ-2 прилетел. Тело с пробитием, фугасом, сразу, так сказать, познал дзен. Ладно, смотрим, что дальше, союзнички наши тут катаются, непонятно, что делают на самом деле, такое чувство, что они едут, лишь бы ехать, знаете, куда-нибудь, вот П-43ТР там перекатываются туда-сюда, что-то мне так подсказывает, что могут сейчас город слить. Вот 45ТП там, вот этот, вместе с П-43ТРом, ой, скажу вам, народ как-то, они мне не внушают доверия, я бы сказал. Ну, а там посмотрим, ЛТГшич наш уже, он с обзводной что-то чувствует, что-то знает, да, тоже откатился назад, не хочет там сливаться в первых рядах. Ну, и Е-25ТР тоже уже догадывается, что в городе, ну, там еще держится 45ТП. П-43ТР вроде пришла, но у них там и ИС, и СТРВ, и КВ-2, и Лео туда может проехать. Поэтому, не знаю, даже на город особо рассчитывать не стоит, ну, если посмотреть на другой правый фланг, там тоже ситуация такая напряженненькая. А-43ТР наш через болото на центре зачем-то чешет, в наглую, ну, уже все, уже приехал. А-43ТР, ну, понятно, что он чисто на слив едет, наверное, ну, потому что через болото в наглую фигачит, хрен пойми куда, там по кустам еще полкоманды у них сидит. ПТшек куча, многие вообще еще, ну, не многие, некоторые не светились, тот же он, по-моему, СМВ-56, не вижу, а не, он тоже на правом фланге светился. Ну, не суть, в общем, там еще есть кому с базы отработать, поэтому на центр лучше особо не лететь. Но вот все-таки держится наша команда в городе, поэтому ЛТГ наш совзводный, который, по-моему, собирался уже отступать назад к базе, тоже сообразил, что можно еще поехать посветить. У нас тут вот КВ-2, посмотри, красавчик какой КВ-2, сидит на горе, исполняет роль ПТшки издалека, ну, конечно же, с точностью КВ-2 в бою, где там, в принципе, куча шестых, седьмых уровней. Ну, а почему бы не сесть возле базы, в кустах и не дрочить весь бой? Ну, это так оно и должно быть, вот так оно и бывает. Это рандомы, вот сразу понятно, там, подставной бой бывает, говорит, не подставной. Вот КВ-2 сидит на базе, это точно не подставной бой, это 100%. Вот это он и есть, именно настоящий рандом. Вот, когда КВ-2 сидит, отдыхает в кустиках на базе, сразу все понятно, все понятно, что так именно и бывает. Так, ну, тут какая-то интересная позиция у Е-25. Сломал деревце, непонятно, кого тут выжидает, учитывая, что у нас там 45ТП довольно далеко, и они не будут выезжать под него, подставляться. Поэтому наш Е-25 пока тут скорее просто время убивает, катается, ну, может и зайдет кому-нибудь в бочину, давайте посмотрим. Но пока что такое себе, 860 урона, ну, и ХП мы особо не потеряли, конечно, есть еще чем поиграть. Вот он, фуловый ИС, посмотри. Вот фуловый ИС может здесь изменить сильно обстановку на фланге, он выезжает сразу, впендюривает по 45ТП, тут же сливается наш совзводный. И вот, с небольшим запозданием, я уже давно говорил, что тут шаткая ситуация в городе, все-таки город мы сливаем. Е-25 понимает, что нужно пока задница цела, уносить ее отсюда как можно быстрее. Значит, сейчас нам ее попортят. Надо очень быстро текать в городе против КВ-2, против ИСа, ну, и вон нафиг. КВ-2 шандарашит нам бревном своим, и до свидания. Да, и у ИСа того же, альфа приличная, поэтому лучше, лучше это не проверять, так сказать. 9-10. Ну, несмотря на это, у нас еще довольно уверенно сидят по кустам вон товарищи. Только теперь вопрос. КВ-2, дружище, а кто тебе светить будет? Расскажи мне, уважаемый. Ты же без обзора там, ой, ой, дела хреновые могут быть у КВ-2 там вместе с этой СМВ. Надо что-то придумывать, надо находить какую-то такую позицию, чтобы и была дистанция между нами и противником. Желательно, чтобы мы не светились и пробовать, пробовать как-то менять этот бой, потому что что-то он не по той дорожечке пошел. 9-11. Он уже начинает худеть. Наши сидельцы там кустовые. Вот СМВ отлетел. Так. Аккуратненько откатываем. Вот мистер бронемобиль. АТ-8. АТ-8. Давай твою кастрюльку проверим, как у тебя там с броней. Ну, с броней что-то не очень в этом бою, да. Один раз танканул, но на этом, собственно говоря, все. 10-13. Тем временем мы вдвоем с Артой против пятерых. Там ИС, по-моему, все еще фуловый по ХП. Вообще полная задница, если вверху вы глянете, где счет написан, сколько у нас ХП, видите, полосочка. Все, я забываю там включить отображение цифр, но и так видно, что у них ХП, считай, в 3, даже почти в 4, наверное, раза больше, чем у нас. Ну, в 3 так точно. То есть там еще у них на команду 1004 ХП, 3,5. Короче, да не, 4. У нас же еще у Нарта фуловая сидит. 4 тысячи, я думаю, там на всех у них ХП имеется. Поэтому ситуация довольно тяжелая. Е-25 прямо по курсу. Ну-ка, давай поджопник. Все, арты нету. Арты нету. Вон, почти фуловый ИС. Е-25, еще КВ-2, который с легкой вертухи спокойно может вообще нам ваншот засадить. Так, ну тут надо очень аккуратно. Даем такие две рисковые плюхи по Е-25. Здесь довольно опасно было вот так выкатывать, потому что можно было словить шальную вертуху. Но мы все знаем, эти пушки, КВ-2, ИС, могут не попасть. А если попадут, то оно ж мало вообще не покажется. Тем более с броней Е-25, которая где-то там на бумаге может чуть-чуть есть. Но не более того. СТРВ-шка. Ну вот опять же, видите, как интересно действует. Откатываем, рвем немного дистанцию. В итоге СТРВ нас не светит. Она блайнами, по-моему, вот это все кидала. Потому что два раза не пробить под калиберами, это скорее всего в маску пушки попало. Если бы мы светились, ну тут не знаю, честно говоря, не совсем понятно, светила она нас или нет. Я немного провтыкал этот момент. Напишите в комментарии. Если светила, то вот так один снаряд СТРВ-шка, конечно, зафейлила. СТРВ-шка провалила, так сказать, свой выезд по полной. Так, ладно, один в четыре. Теперь, кстати, ситуация на Колобана. Вот тот самый КВ-2 и вот здесь... Нет, нет, нет. А вот здесь реально сердце замирает в таких моментах, когда КВ-2 выкатывает. Вот он уже сводится. И тут, откровенно говоря, нам повезло, что он не смог нам зафинтелить. Потому что если бы зафинтелил, на этом было бы и все. А так еще остается шанс против нас трое теперь. Мистер Коричневый М44, к которому мы сейчас в гости приехали. Дружище, выходи. Пива с принеслителями. Давай, свеженький. Только что с наливаечки. Давай, показывайся, уважай мне. Не, не хочет. Не, не сработало. Не сработала пивная кричалочка, да? Ну ладно, тогда поедем дальше. М44, видимо, куда-то уже сдрыснул. Убежал тут с базы. Здесь вообще никого. Ну тут, видите, Е25 вообще через всю карту объезжает. Так, с самой дальней траекторией. Так, народ, сейчас перед финалочкой как раз таки будет та самая позиция, о которой я говорил в начале. Там красота. Поэтому давайте пока время есть напомню, что спонсор видоса парни с классного сайта ВотГолд. Где советую вам вот попробовать главную коробочку. Из нее можно и голды, и премтанков поднять. Тем более там из каждого открытия гарантированно голдишка выпадает. Мне бывало и по 10 тысяч голды выпадало. Бывало и премтанки выпадали. Разные, вообще там огромный список премтанков. Ну и вообще удобно, что если вам премтанк какой-то выпал, опять же, можно его на золото обменивать в профиле на сайте ВотГолд. И потом выводить себе в голде и тратить как захотите голдишку. В общем, если голды поднять, главная коробка, главный контейнер ВотГолд очень неплохо подходит. Ну а если счет будете пополнять на ВотГолд, вверху сайта нажимаете вот эту кнопку пополнить, там у вас окошко появится и на нем надпись вот такая. У меня есть промокод. Нажимаете ее и введите обязательно туда вот этот промокод, который на экране, и получите еще гарантированный подарок бонус. В общем, в описании под видео, в закрепленном комментарии, ссылочка на ВотГолд, мой промокод, все там внизу. Ну а мы смотрим, что же у нас тут. А у нас на захвате стоит ИС 20 секунд до захвата базы. И, чтобы вы понимали, Е25 он уже пытается нас разбирать. Кстати, 31 хп. Надо добирать вот этого малыша. Чтобы вы понимали, ИС может нас заманшотить. 416 хп у нас. Если у него альфа проходит, то это все. И тут уже очень важно выбрать правильно позицию. А здесь на карте шикарнейшие есть кусты прямо напротив базы. Для сбития просто безупречно подходит. Если вот нас блайдом не снимет, мы с этих кустов сейчас должны его начать разваливать. Давайте посмотрим, что тут покажет Е25. Вот занимаем кустики. Тут, кстати, несколько вариантов, но позиция отличная. Отъезжаем подальше, чтобы не осветиться. И начинаем разваливать. И смотрит, мы по нему работаем. Он нифига не понимает, посмотри. Начинает ехать в нашу сторону, при этом не соображая вообще, откуда летит. Как это? Где Е25? А мы не светимся до последнего, народ. Посмотри, он уже практически вплотную. Только в самый последний момент светанулись. Но было уже поздно для ИСа. Потому что это победа. А мы идем к итогам. Так, ну и по результатам у нас войносик. Основной калибр. Защитник Колобанов. Мастер, пожалуйста. 4327 дамага. 6 фрагов. Ну, Лайчинский. Обязательно, народ, прожимайте. Буду благодарен. Также подписывайтесь, кто не подписан еще на канал. Колокольчики прожимайте. Эти все дела. Вверху справа прошло видос. Ну, а мы с вами, народ. Увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова